В общем, Денис, всем привет! Денис уехал, как всегда. Я осталась одна, еще свои сережки не могу найти. Осталась одна, сидела-сидела, делать мне нечего. Оделась и решила, поеду тоже в огород. Папа с мамой там уже. Я тоже, может, что-то помогу. Может, там наберу лук уже для заморозки, можно набирать. Так, а где мои все? Резиночек пару возьму, чтобы волосы собрать. Мамин контейнер надо еще забрать, еще, как она нам давала, там торты всякие. Все осталось. Неохота дома сидеть, надоело. Уже неделю сижу. Так, что с собой взять-то? Что-то взять-то больно-то и нечего. Печеньки заберу. И все. Что-то я не готова. А, печеньки заберу еще, знаете, что заберу? Сгущёночку. Одну банку им заберу. Вот. И все. Я сейчас быстренько собираюсь и еду. Приехала я в огород. Здесь расстрелил красивый жасмин, да. Смотрите, какой. О, пахнет. О, пахнет. Привет. 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 Я думаю, вы долго будете. Что-то вы быстро. Не знаю. Мне кажется, я долго собиралась. Нет. Папа только вроде уехал. Да. Идем. Нет, проходи. А, это жасмин расцвел. Вот сюда, ты видела? Да. Вот сюда залезла пчела. Ну пусть. А у меня, может, там мед? Ну, всякая живность есть. Хочет, домик хочет. А может, у нее там это... Здесь вот пчелки нарвают. Или ус. Или это пчела, скорее всего. Там он... И эта птичка живет, серая. Забыл, как ее зовут. Ее гнездышко тоже не трогает. А, овсянка, да? Овсянка там живет. Птичка-то ладно. А вот... Пчела туда залезла, представляешь? Вот сюда, в дырочку. Ну, думаю, что у нее там мед. Мед качать будем. Да. Мед покачаем. Знаешь? И вот только кое-кое где показывается. Зачем? Ну, вот в этом году не только у нас. Сосед вот раньше нас сажал картошку. Ну, у него уже зашла же мы уже. Ну, где? Тоже местами, Воль. Представляешь? Ну, вот в этом году как-то вот так вот, не знаю. Ну, вот жарище было. Ни одного дождя не было, как посадили. Не знаю, вот это повлияло. Не знаю. Ну, не зря горят, что ее хоть когда сажаю, она все равно там три месяца и все. Ну, три месяца, так она взойти должна. Так ее она с ней взошла. Что, Чур? Взойдет. Ой, лук, хорошо. Вот здесь то ругаюсь, то говорю, давайте растите, уговариваю. Перец тоже. Вот ты посмотри, вот такое ощущение, что как будто я его посадила, вот он просто застыл. Вот он застыл на одном месте. Вот уже что ему не хватает? И поливаем, и подкармливаем. Это просто ты каждый день их видишь. Вот я не видела, мне кажется, сильно выросло. Да, прям, ты посмотри, это где тот угол. До этого ничего не было. Ну, лук, ладно, лук нормальный. Лук нормальный. Лук нормальный. Вот перец тоже. Не знаю, что тебе не нравится. А этот лук я специально сажаю поэтапно, чтобы этот съесть, а этот зеленый, чтобы потом пошел. Вот я вам попозже его сажаю. Вот цветную капусту насажала. Ну, ничего, капуста цветная. Цветная какая-то какая. Ну, которую вы любите, которая вот это разделяет. Как она, брокли? Или брокли она? Так вот она разная. Есть цветная, есть брокколи. Брокколи это зеленая. А, цветная это белая, вот так. Шапочка корочка. Ну, да, это она тоже едет. Да, это я вот на заморозке насажала. Ой, прикинь. Свету пересеяла по новой. Не взошла. А сейчас вот сходит, смотрю. Вот она начинает только-только-только-только. Вот начинает проращиваться. Зайдет еще три месяца впереди. Вот пересеяла. И начало июля еще только. Пересеяла, не взошла. Петрушку пересеяла. А у редиска, да? Ага. Редиска, куглевка, вроде начала редиска. Вот мне это, ничего, нормальное. Ну, вот кабачки тоже. Вот здесь вот по два, вот здесь по два. Вот здесь вот два. Сюда сейчас эта морковь не взошла, грядка пустая, но я ее оставила на этот. Ягоды обновлять буду, усы сюда сажать. Это на следующий год будет и клубничка. Ну, ягоды какие большие. Клубнички. До этого были вообще какие-то замухрышки. Ага. Уже нормальные стали. Ну, вот ты знаешь, соломы накрыли, посмотри, они во-первых... Ой, глянь чего, смотри чего. Муравьи что-то. Да, да. Ах, они твари. Это ужас. Смотри, что они здесь делали. Все ягоды в землю. Он вот. Под соломой я хочу сказать. Вот знаешь, усилили соломы, нравится мне. Вот так вот рукой. И смотри, какая влажная земля там. Влажная, влажная прям. Поливать часто не надо. И вот сейчас ягодки, дожди прошли. Обычно потом прям эта грязь вот на них, на листах, на ягодах. А вот соломка, она же смывается такая чистая. Блин, ну ты посмотри, что муравьи теперь начинают. Ну, вот какая-нибудь тварь, ну, заведется обязательно. Ну, я-то ничего в этом году. Эх, этих много. Зеленых. Ну, зародышей вот, да. Зародышей-то полно каковон. А вот здесь вот две сегодня смотрю. Я думала, это листики покраснели. Ну, это тут сейчас. Ну, это тут сорт, вот знаешь, он мелкий. Это такой сорт вот мелкий. Видишь, вот. Вон там красный висит. Ага, вот. Вот начинает. Скоро будет клубника. Ага. Будет, ну, ягоды еще более-менее по сравнению с теми годами. Ничего, нормально. Земляника нормальная стала, нет? Земляника, ты знаешь, оно нормальное будет. Ну, оно нет, оно... А вот проплешина осталась. А проплешина, это мы с тобой же этот выкапывали. Убирали сарня. Ты посмотри, а его смотри, сколько опять после дождя. Сейчас трогать не буду до осени. Ну, землянику мы соберем, он с того, с того, с того края. Добавил сейчас вот эту выдру, которая... Нет, сейчас, наверное, не будем. Ты знаешь, сейчас вот этот лук, сейчас я его вырву. Там, где есть, он не очень уже стал. Ну, он же ранний. Его сейчас вытернуть надо. А вот земляника, вот эти пусть усы пускают прям досюда плодится. Здесь лук все равно плохо растет. А все под землянику отдадим. Сейчас лук вытерем и пусть земляника. Ой, как я вот эти вот люблю это. Это гвоздика. Ой, как вот... Ну, вот я это, тут бочка стоит. Ну, видать, я нравится здесь. Вот она прям вот тут прекрасно тут растет. Так она мне нравится. Такие цветы интересные. Пионы скоро будут уже. А ты-ка посмотри, земляник это вон красный. Это вон, летишь начинает. Вон она краснеет. Вон, вон, вон она красненькая. Видишь, вон, вон она. Уже все краснеть начинает. Да, вижу, вон там какая-то мелкая. Смотри, какой елис красивый у меня растет. Вот здесь. Садила я это. Ну, его надо это. Я уже просто временно сажала. Там убирать надо было. Я, чтобы только корень не пропал, воткнула его сюда. Он, смотри-ка, вырос и зацвел. Смородина много в этом году. Очень много. Загрю, она прям еле-еле держит эти ягоды, если не осыпется от тяжести. Малину осенью воткнула туда, сорт нечего, думаю, приживется. Потом в другое место она вся пошла тоже. А сейчас он не рвёт, он уже весь свелкуется тоже. А что-то у нас Денис привозил его. Лежал-лежал пакет весь пропал. Посмотри, сколько на этом кусту смородины. Посмотри, сколько ягод. Вообще усыпные, усыпные просто. Я говорю, лимонник тоже вон никто не рвёт. Малины тоже, не знаю как, смотри, много. И цветёт, и зародыши. Да, им по одному ковшечку им хватает. Нормально. Пока они ещё маленькие. Да, они ещё не очень сухие. Так-то мы их поливаем, приезжаем. Папа каждый день почти здесь. А вот эти тоже помидоры? Помидоры, да, но мы их польём, это, к концу как уезжать будем, так и польём их потом. Пока не надо, пусть пока так стоят. Я говорю, что сегодня обработала их эти. А, ну там, да, это ручкой отломилась. Обрабатывала, приехала. Тут, блин, столько этих. Ой, сенокоз целый провела. Листьев жируют, листьев полно было. Давай всё до развилки оборвала эти листочки. Два ствола оставила, думаю, хватит. Вот проредила их. Сейчас стоят, такое ощущение, как будто они голые. Раздела я их. Ну, то это, здесь тепло, поливаем, подкармливаем. Я говорю, жируют, листья такие стали здоровые. Думаю, надо вас тормознуть. Вот земля, вот здесь, сколько мы сюда навоза сыпали. Ну, какая-то земля нехорошая. Вот, не знаю, жёсткая такая. Сейчас папа уже два раза перекопал её. Ну, всё равно такая жёсткая земля. Нормальная же зачем? Ну, унаваживали всё. Ну, чё-то не жёсткая почему-то. Не знаю, чё и надо. Ну, вот. Вот у нас. Сейчас посадим, чай попьём. Вот, сейчас немножко протекает. Ага, дайкон. А там редька будет, значит, дайкон. По одной? Да. Так она ещё вот не эта земля, та ещё такая. Я же вот сюда положу, какая разница-то. Она пусть пропитывается. Так, давай тебе и мне план. Я с этого края буду ложить, ты с того. Всё, это закончилось. Второй. Вот это. Ну, где упадёт, там бывает подряд. Ладно, пусть упадёт. Я не знаю почему-то. Вот почему-то редьку дайкон сажают в июне. А вот почему, не знаю. То ли вот он... Да не знаю. Так-то тепло-то все, все любят. Не знаю. Я один год посадила дайкон, но я его посадила вместе, как бы с редиской, вот. В одно и то же время, хочу сказать. Редиска выросла, а дайкон весь пошёл в стрелку у меня тогда. Да, застрелковался. Говорят, что его надо сажать, как редьку в июне. Вот сейчас как-то люди посадили. Вот этот закончить. Всё, глядь, что? Да, вот он. Вот это мой любимый инструмент. Плоскорез. Плоскорез Фойкина это. Фокин. Плоскорез Фойкина? Да. Он так называется? Да, да. Вот это просто в голову он так называет. Вот. Мне нравится этот инструмент. Им можно срезать все сорняки. Вот так он срезает сорняки. Вот так, вот так. Тут одной рукой неудобно. Сейчас уберу камеру. Вот так, вот так. мы собираем дачную заварку на чай взяли чайник и идем собирать все что растет бегом-бегом вот сейчас нальем молодые листики смородины немножко и фай смородина лимонник мята лимонника много он так лимона пахнет еще кто-нибудь выращивать нет есть вот интересно глядя лимонник мой так он вкусно пахнет он же мятый пахнет ну нет он что-то между мятой это не надо путать с мелисой это совсем другие листики даже вот видишь лимонник это мне привезла с дальнего востока марь максим на кустик она у себя рассадила расплодила потом нам дала и вот он у меня растет он не привередливый он везде вот растет и в тени растет лимоннику а мелиса там у нас пойдем возле той яблони мелису кстати встреч надо и сушить потому что ее чем она больше на крапиву похоже салат уже скоро вырастет вот это больше лимоном пахнет вот ее надо сейчас молодые листочки срезать срезать сушить а это она будет по новой расти а где вы взяли эту бочку хотят в бочке огурцы посадить это же греется хорошо на пыли такой они быстро пойдут да сейчас мы сюда два ведра земельки насыпем и все нет ведра а то низко она будет нет ну с ведром надо о я сейчас знаю еще сюда соломки немножко вот той мелкой потом земли она хорошо будет вот туда вот ее подтащи где-то огурцы походный чай перерыв чайная пауза чай на травах печеньки сгущенка конфетки так всего по чуть-чуть обедать уже домой пойдем я буду сейчас вытаскивать весь этот лук заберем домой что-то на заморозку что-то сейчас есть ну ну блин зоопарк натуральный ящерица лазит хотела вам снять заразы такие причем одна другую за хвост укусила и тащится за ней зачем они так делают я не поняла ну-ка отпусти ее свалочь смотрите кусает ее прям ты чё скотина отпусти ее цепила и все пока там сейчас перчаткой боюсь мамочки отпусти ее быстро пусть и все равно она за ней гоняется фу сволочи испугали меня спеши на одну сторону Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Тут палку поставят и огурцы будут по палке виться У нас уже росли такие тонкие китайские Я посуду помыла Все убрала Уже собираемся скоро уезжать Тыкву сажать? Тыкву сажать будешь? А папа там где лук-то вытернула? Ага Лук собрала Здесь будет тыква Написано Вот этот лесной орех Дай Она небольшая Значит будет полтора килограмма И плоды челмовидные Какие-то красные орехи Челмовидные это тоже нормально Челмовидные это вот так, наверное, как груша Да? Или нет? А я не знаю Челмовидные Че такое челмовидные? А слушай, а давай мы посадим два зерночка таких Два таких Че вырастет? Не переобходяется между собой Интересно Или лучше вот эту лесной орех Полтора килограмма Это же немного Она, наверное, небольшая Вот как раз А то обычно же вырастает С голову Зачем она такая нужна? Будем сажать тыкву Лесной орех С ореховым привкусом Посмотрим Еще когда-то давала Наташкина мать Тыкву дыню, помнишь? Да А так вот у меня Она перевелась Нету Тоже с дынным Таким вкусом Она сладкая Да Вот может быть Это Когда-нибудь Может поедете? Ну да, можно Или этой Наташке Можно сказать Она же, наверное, ездит Чуть привезет Сейчас попроиграбли Они поставят дыню Сейчас я это Дыню Не дыню, а тыкву Дыни сажали Один год Помнишь, тоже Это было жарко И она вызрена Там маленькие Они были Кругленькие Но вызрели Ничего Малюсенькие были Не крупные Сейчас Попроизровняю И туда Вот Перегнули Сажу Вряд А там Какая вырастет Поливаем Землянику И тыква Я буду тебя сильно подстриг Так они у нас всегда живут Вот плодят, вот не плодят У вас не заставляет прививки делать Вот короны Нет Она заставляет Нам предлагают Да, всем У нас уже все Принудительно Прям Вчера двое сделали Сказала Если Всем списки Предоставить Кто не сделал В отпуск не пойдете Премию не получите Короче Каждую неделю Обновляют списки Нет, ну как это так Блин Ну зачем Принудительно Людей заставлять Ну тут У тебя Вот ты сейчас слабый Только опять переболела Вот какая тебе Прививка Нахрен Я вообще Не хочу делать Ну не только У нас Мне подписчица писала Говорит Татарстане То же самое Вплоть до увольнения Или делайте Или Все Мы собрались Домой Поработали Огородные души Ты сегодня Весь миникюр Себе кончала Да? Прям На шторчат Как бы Да? А ты считай Все огурцы Обрабатывала И сомники Эти Субтитры Субтитры подогнал «Симон»